Драники с бульбой и цибулей Готовим драники с картофелем и веганской сметаной, которую также можно использовать как веганский майонез. Все, что будет происходить здесь сегодня, займет не так много времени, как нарезание и натирание большого количества картофеля. Поэтому можете начинать уже сейчас. Погнали! Так, если честно, у нас мало времени. Пока все очистим и натрем, будет уже вечер. Только если у вас не лежит уже где-то очищенный картофель, как у меня. Тогда закидываем его в комбайн. Также нам нужно подготовить лук. Где-то он у меня был. Хм, тоже очищенный. Видно, под столом кто-то сидит. Тайный помощник. О боже, что это было? Ладно. Натрем картошку. И лук. Знаешь, почему мы используем лук? Чтобы картофель не начинал чернеть, а в гранниках был супер нежным на вкус. Поэтому мы кладем его в комбайн сразу вместе с картофелем. А точнее, чередуя один с другим. Та-дам! Готовую смесь перекладываем в миску. Я рекомендую натирать тебе картофель на крупной терке. Конечно, драники тогда будут менее однородными, но мы ведь не оладушки готовим. Так что, если тебе будут попадаться крупные кусочки, это даже хорошо и гораздо вкуснее. А еще ты моешь посуду. Логично, что в нашем блюде мы не будем использовать яйца. Поэтому предлагаю познакомиться вам с весьма интересным продуктом. Это семена чья. Своей уникальной желеобразующей способностью они отлично скрепляют ингредиенты между собой. Поэтому не бойтесь использовать их даже в тонких блинчиках. А если тебе интересно узнать и приготовить необычные на вкус десерты, то напиши мне об этом в комментариях. И я сниму для тебя специальные десертные выпуски. Ох, пока мы с вами разговаривали, я уже успела добавить семена чья и соль. Хорошенько перемешаем картофель. И оставим его ненадолго, чтобы картошка от соли дала сок, а семена чья набухли. Следующим этапом осталось добавить муку. Здесь поле для экспериментов большое. Хорошо использовать муку двух видов в равных пропорциях. Например, как у меня сегодня. Рисовая. И гречневая. Добавляем и хорошенько перемешиваем. Тогда смесь будет готова для жарки. Как вы видите, в комбайне получается более сухая смесь для драника. Соответственно, она будет впитывать меньше масла и драники получатся постными, если вы преследуете такую цель. Для получения плотной консистенции можно натирать картофель с луком на ручной терке, либо немного помочь себе погружным блендером. Смесь станет однороднее. Мы попробовали и так, и так. Вкус от этого не меняется. Только внешний вид и количество содержания масла. Наше любимое кокосовое масло. Жарить на кокосовом масле – это значит соблазнять ароматом еды всех соседей. Никакие формочки для драников нам не понадобятся, потому что лучшая форма для этого блюда – произвольная. Поэтому я беру ложку, выкладываю смесь на сковородку и формирую тоненькие драники. Нам нужен какой-то соус. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, это свекольный. Но с драниками как-то не очень. Томатный. Зачем нам вообще магазинный? Давайте сделаем мой домашний соус из тофу. Вообще это веганский майонез, но на тарелочке с драниками он превращается в прекрасную холодненькую сметанку. Посмотрим, что для этого понадобится. Шелковый тофу. Лимонный сок. Оливковое масло. Соль. Зелень. Рецепт просто по максимуму простой. Спорим, я приготовлю его меньше, чем за 3 минуты. Погнали! Берем шелковый тофу. Лимонный сок. Оливковое масло. Гималайская соль. Взбиваем. Готово. 30 секунд мы потратили на складывание ингредиентов и еще минуту на взбивание. Пришла пора отведать дранники. Такие румяные дранички идеальной консистенции соус уже очень хочется попробовать. Но давай для начала красиво сервируем блюдо на тарелочке. Ведь еда должна быть не только вкусной, но и красивой. По крайней мере, на кухне Меллоу это так. Дякую, дружа, что поглядел гэта видео. Не забудь поставить большой лайк и ударить в колокол, чтобы в следующий раз получить оповещение о выходе нового видео. Пока! До встречи! Блин, ребята, я уже 2 часа жарю эти блины. Блин, эта куча вообще не уменьшается, блин. Блин, сейчас будет один большой блин. Блин, сейчас будет один большой блин. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...